Друзья, всем привет! С вами Владимир Шемет. Нахожусь сейчас в Шарм-эль-Шейхе на отдыхе со своей семьей в отеле Альбатрос Акваблю 4 звезды. И в этом видео я подготовил для вас обзор пляжа отеля. Этим пляжем пользуются два отеля, четверка и пятерка, сети Альбатрос. Так что подписывайтесь на канал и погнали! И в самом начале данного видео я предлагаю вам разобраться с таким важным нюансом, как расположение данного пляжа. Значит, пляж Альбатросов расположен в бухте Шарм-эль-Майя. Это одна из самых ветрозащищенных бухт. То есть с трех сторон данная бухта защищена скалами. А это означает, что зимой отдыхать на этом пляже будет более комфортно, чем в других частях Шарм-эль-Шейха. Потому что в этой бухте ветер, если и будет, то не такой сильный, как в других частях Шарм-эль-Шейха. То есть вас не будет сдувать с ног и вам не будет так холодно, как в других районах Шарм-эль-Шейха. На что еще хочу обратить ваше внимание. Это на зеленую и на красную полоску, которую вы видите на своих экранах. Значит, это общая протяженность пляжа. Она составляет больше 500 метров. И вот зеленый участок, это примерно 86 метров. Значит, этот зеленый участок нормальный участок на пляже. То есть он не в аварийном состоянии. А вот тот красный участок, эта часть пляжа находится в аварийном состоянии. То есть к пляжу подходит скала, которая обваливается. И эти громадные куски могут просто-напросто свалиться на пляж. Соответственно, его ремонтируют. Но этот ремонт длится уже более одного года. И я так понимаю, продолжаться этот ремонт будет еще не один год. Тем не менее, даже на красном участке есть шезлонги и зонтики. Он перегорожен. То есть относительно туда нельзя туристам заходить. Но туристы туда идут и располагаются и отдыхают даже на аварийном участке пляжа. В общем, об этом мы еще поговорим с вами в других моих видео на моем канале. Ну а сейчас мы переходим непосредственно на сам пляж. Так, друзья, смотрите. Первое, с чего я начинаю обзор пляжа отеля Альбатрос Акваблю 4 звезды. И Альбатрос Аквапарк 5 звезд. Это место, куда вас привозят трансферы из отеля. Значит, вот это место. Тут сюда вас привозят, если вы отдыхаете в этом отеле. И с этого места вас забирают. Сейчас уже приближается время обеда. Вот у нас очередь, друзья, за мороженым. Это, кстати, и бар на пляже. И тут у нас алкоголь, безалкогольные напитки, в том числе и перекус. То есть есть столики, их, конечно, немного. Но за столиком мало кто сидит. Обычно себе еду берут к шезлонгу. И напитки тоже берут себе к шезлонгу, друзья. В общем, это место, где вас забирают и отвозят в отель. Вот он выезд из отеля. Кстати, слева, видите, вот слева, вот это вот заваленные зонтики. Слева, короче, находится туалет, друзья. В общем, давайте пройдемся тогда к пирсу. И я вам покажу и пирс, и заход. Кстати, вот у нас выдача еды из фруктов. Ну и сегодня из фруктов я вижу апельсины. Возможно, там еще что-то есть, но сомневались. Дальше, друзья, вот у нас... Давайте я вам быстренько покажу. Чуть-чуть, чуть-чуть еду. Потому что обзор питания на пляже у вас будет в другом видео. Значит, собственно говоря, это ингредиенты для того, чтобы вы могли себе сделать хот-дог или гамбургер, типа такого. Короче, вот это вот маринованные овощи. Они типа остренькие. Это первый ингредиент. Дальше у нас идут помидорчики. Дальше у нас идут огурчики. Дальше у нас идет морковочка, салат и... горчица. И кетчуп. Ну и после этого у нас есть макароны, есть какие-то полуфабрикатные котлеты для комбургера, сосиски, картошечка, фри и булочки. В общем, друзья, давайте не будем зацикливаться на этом. Все это будет в отдельном обзоре. А мы идем на пирс. Кстати, вот наш пляж. Туристов к обеду уже немного на пляже, потому что, я так понимаю, все-таки основная масса туристов предпочитает питание именно в самом отеле. Хотя, хотя, на обед мы за целую неделю нашего отдыха попадали буквально два раза, друзья. Два раза мы попадали на обед, потому что, не знаю, как-то... Ну, не хочется тратить время на еду. Вот. Значит, смотрите, мы идем сейчас по пирсу. Есть левая часть, есть правая часть. Правая часть, она совсем маленькая. Вот она, как вы видите. Вот у нас есть заход с правой частью. Хороший песчаный заход. Смотрите, значит, в самом море, водичке, естественно, присутствуют камушки. Камушки, возможно, очки кораллов. Все это я вам, естественно, показывал в другом своем обзоре, в другом моем видео. Это вы все можете посмотреть. Ссылочку на это видео я вам оставлю. Вот. Но в любом случае, смотрите, друзья, первое, что сразу, вот, сразу говорю, обязательно обувь для купания. То есть коралки, либо какие-то тапочки. Ну, лучше всего коралки. Мы, конечно же, с семьей не используем тапочки, не используем коралки. Мы босыми ногами заходим в море, и все у нас в порядке. Ну, друзья, у нас опыт путешествий около семи-десяти лет, поэтому вы не равняйтесь на нас. А если вы первый раз, то обязательно коралки. Если не первый раз, я думаю, вы в курсе, вы разберетесь. Но вот вкратце это вот хороший песчаный пологий заход в море с правой стороны. Давайте перейдем на левую сторону. С левой стороны тоже хороший песчаный заход в море пологий. И вот вы видите сейчас внизу там моя супруга с Катюшкой. Как вы видите, они босыми ножками заходят в море. И в принципе проблем лично у нас вообще нету с этим. Но еще раз говорю, пользуйтесь обувью для того, чтобы плавать в море. Итак, мы продолжаем дальше обзор пляжа и идем по пирсу. Ну, как вы видите, на пирсе практически нет людей и практически это на протяжении всего года. Потому что на пирсе собственно говоря особо нечего делать. Почему? Шезлон дом нету. В море спуститься с пирса вы не можете. Обычно на пирсе есть сотрудник персонала отеля, который следит за порядком на самом пляже. Ну, его тоже сейчас нет. Во время обеда делаю обзор. Друзья, в общем, вот такой вот пирс. так что с пирсом особо у вас не будет интересных моментов. пару фоточек сделаете и все. Либо фотки в море. Ну, придется кому-то сфотографировать вас. Вот такой вот пирс. С одной стороны, он, конечно, хороший. Есть каменный мост к этому пирсу. и все, на этом заканчиваются хорошие моменты. Есть несколько стулочек и пару зонтиков. Смотрите, вот так вот выглядит пляж, если вы находитесь в пирсе. На пирсе, вернее. Кстати, возле самого пирса там куча камней. Я ходил там. Это крайне неприятно и небезопасно, друзья. Не ходите под пирсом. Вот эти вот проемы я крайне не рекомендую там ходить, потому что там есть ракушки, есть острые камни. В общем, ну, это небезопасно. А вот заходить с берега, смотрите, просто супер. Именно пологий песчаный заход. Именно то, что нужно для деток и для туристов, которые не умеют плавать. И, кстати, друзья, вот смотрите, сейчас провожу вам камерой. Видите, вот пару вышек куполол из мечети. Самый большой в Шарм-эль-Шейхе. Вот там старый город, друзья. Вот там самая большая инфраструктура. ну, вам нужно что-то купить, вам нужно ориентироваться на вот эти вот вышки в мечети. Там самое большое количество магазинов, сувенирных лавок, ну, и тому подобное. В общем, шопинг именно там. И небольшой лайфхак. Можете поехать на последнем трансфере на пляж и метров пятьсот пройтись к этой мечети. Ну, в общем, к магазинам и тому подобное. А назад вернуться за три доллара в такси. Ну, за машину я имею ввиду. То есть, машину может сесть стандартно четыре человека, но если попросить таксиста, я думаю, шесть человек он тоже посадит. Правда, кому-то придется ехать на руках. И следующий момент, на который я хочу обратить ваше внимание, это шезлонги, зонтики и павильоны. Значит, как вы видите, есть шезлонги есть павильоны и павильоны и шезлонги полностью бесплатные на данный момент времени и для четверки и для пятерки. То есть, хотите, можете располагаться на шезлонгах, хотите, можете располагаться в павильонах, как вам удобно. Но при высокой заполняемости обоих отелей четверки и пятерки этих шезлонгов реально будет не хватать. Дальше обязательно обратите внимание на состояние шезлонгов и матрасов. Они старые, имеют неприятный внешний вид, обдертые. В общем, это реальная проблема данного отеля. И почему-то Альбатрос ничего на протяжении уже нескольких лет в этом вопросе не делает. В общем, в плане качества данный пляж это реальный минус отелей Альбатрос 4 звезды и 5 звезд. Друзья, это была первая часть обзора пляжа и еще будет несколько частей. Я отдельно покажу вам обзор питания на данном пляже и что у нас под водичкой и какой заход. Так что обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить эти обзоры. Ну а если вы можете поделиться отзывом по данному пляжу, обязательно напишите в комментариях под этим видео. Или если у вас есть вопросы, тоже задавайте в комментариях под этим видео. До новых